Я не планировал, но я очень сильно благословлен, конечно, на самом деле. Знаете, когда мы приехали туда на эту конференцию, первое, что началось служение, и у меня пришло понимание такое, что, ну, мое сознание, в общем, мое понимание Бога, оно очень ограниченное. То есть, и Бог, Он всегда больше нашего разума, всегда нашего представления больше. То есть, мы не можем вместить Бога в свое сознание никогда. Он всегда будет больше. Я такой стою и думаю, да, вау. И потом мне приходит понимание, что ожидания мои, вот, допустим, от этой конференции или вообще в жизни, они тоже всегда меньше, чем того, что Бог делает. Знаете, как написано, что не видела того ока и не слышала уха, что Бог приготовил любящему. То есть, мы не представляем себе, что Бог нам приготовил. Он настолько великий, и я так вдохновился этим, классно было. И потом я сон увидел ночью, короче. Я в бухте какой-то дельфине с друзьями, и друзья мне говорят, ты знаешь, здесь дельфины, короче, вчера вот были, тебя не было жалко. Я такой, вот жалко, я дельфинов не увидел. И тут смотрю, плавник такой, раз идет, я такой, о, дельфин, это мой, вот мне плывет, мне Бог дает дельфина увидеть. И выплывает, знаете, не дельфин, а косатка огромная, такой кит вообще, выплывает, раз, и чуть микрофон не падает. И я так, вау, говорю, подхожу к ней, так, косатка там начинает. Ну, а это же хищник, и он так чуть-чуть меня пугает и уплывает. И я просыпаюсь сразу же после сна и понимаю, что это подтверждение, что я ожидал дельфинов, а Бог мне дал косатку увидеть. То есть это намного больше моих ожиданий. Я не представлял себе, что можно косатку так потрогать. И то, что она меня испугала, я тоже размышлял, что мы даже часто пугаемся того, что мы получаем от Бога. И мы, знаете, так страхуемся, как говорим, да, так страшно становится. Да ладно, для меня это Бог приготовил. Нет, не может быть. Но на самом деле Бог приготовил для нас очень много на этой конференции. Я так благословлен был. Я давно не получал столько пророчеств в жизни, реально. Я давно так много тоже не пророчитывал. То есть мы говорили о снах. Для себя у меня, знаете, появилось понимание, хотя бы представление о том, как разбираться в снах. Потому что не так давно мы с Людой, кстати, какие-то сны видели, вот там месяц назад. И мы начинали лазить там где-то, искать христианский разбор снов и так далее. И такая чуть-чуть, знаете, ну, путаница. Но там конкретно было рассказано, то есть, ну, хотя бы начальные азы, как понимать сны, мы получили. Это было очень классно, на самом деле. Еще был очень большой прорыв для меня. То есть я много лет когда-то посвятил служению, прославлению, хвалы. И во мне это живет. И я прям, ну, я всегда горю этим. И я всегда, мне хочется хвалить Бога. И вот Бог дал возможность вчера, я участвовал в этой хвале. И такое было сильное присутствие Божьего. Я просто, я так, знаете, как говорится, оторвался. Вот просто мы просто в Духе Святом двигались. Ромчик нас там повел в это, в танцах, в общем, весь, вся церковь танцевала. Ну, просто круто. И еще интересное было такое, накануне я получил и делился на молитвенном, что я из слова получил, что мы приняли семя, да, Духа Святого. И мы как стали беременны святостью, и наша задача, мы не пытаемся его растить, а мы кормим этот, допустим, да, зародыш, который у нас, да. И мы храним себя, как беременные, храним от плохих сообществ, от вредных каких-то привычек, от того, то есть храним, чтобы плод вырос. Интересно, что потом произошло. Мы разбираем сны, то есть идет вторая там часть служения, рассказывают, какие бывают сны, категории, какие образы в снах бывают, как их различать. И звонит Рита и рассказывает, что она накануне видит сон в этом сне, наша церковь, много людей, да. И я коротко расскажу, быстро просто, потому что для нас это было просто вау на самом деле. Что, в общем, много людей там на ступеньках стоят и так далее, и Люда подбегает к Рите и начинает плакать. И Рита говорит, почему ты плачешь? Она говорит, что плохое предчувствие, да. И потом прославление выходит, это и все, а где Андрей, где Андрей? А Андрей умер. И такие, как умер? Ну вот так умер, в общем. И прославление проходит, и потом раз, а я возвращаюсь, ну я умер, как бы, да. И я возвращаюсь, прихожу, и мне говорят, так ты же умер. Я говорю, да как я умер? Ничего я не умер, мне просто операцию делали. И показываю, у меня живот зашит, короче. И мне сделали операцию, живот зашили. И представляете, и просыпаешься, да. И что интересно, как Бог действует. Вот представляете себе, вот кто что услышал в этом сне? Умер, живот зашили, ну как бы ничего радостного хорошего, да. Но перед этим нас Бог учил, что смерть часто в Библии отождествляется, то есть показывает, это образ смены периода. То есть это смерть, допустим, Христа за нас, это же победа, да. И получается, что вот если бы я не знал, не получил этого понимания на той конференции, я бы подумал, ну вот, короче, опять что-то сейчас случится и так далее. Но мы сразу такие, классно, смерть, я умер, значит, умер. И мы сейчас сегодня тоже еще сидели, общались, и умер, я греховно умер во сне. То есть сменился период. А представляете, а живот разрезали, я родил, понимаете, то есть потому что накануне я получил откровение, что я беременный. А как я могу родить как мужчина? Только кесарем. Представляете? Это вообще. И Люда приходит, еще конференция идет, Люда приходит и всем рассказывает. Представляете, наша сестра, вот у нее, а у Риты явно пророческий дар, ей нужно развивать это. И говорит, вот она увидела этот сон и так далее. И все такие сидят, вау, вообще, представляете, как Бог действует. То есть одно, второе, третье, это подтверждение. Да, 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 что живот разрезали, реки живой воды. Ну, то есть, понимаете, и насколько классно, что мы вот пребываем в общении, что мы делимся, мы поехали туда, нам это рассказали, Бог через этих людей подготовил это учение, подготовил нас, дал нам тут же, мне дал сон, Рите дал сон. То есть, понимаете, когда мы движемся, конечно, вот в теле Христом, когда мы движемся в одном духе, ну, просто, такое классное время. То есть, я, мы туда ехали, там, ну, допустим, три часа, я вообще не устал в дороге, там, Бог давал по дороге и свидетельствовали мы людям. Обратно, мы приехали сегодня в пол второго, я лег в пол третьего, встал в семь, я бодренький. Почему? Потому что Дух Святой живет во мне. И сегодня, я одно еще поделюсь, сегодня утром тоже поклонялся, молился Богу. И Бог, знаете, какое простое дал откровение, сильное для меня, я буду сейчас об этом размышлять, буду молиться этим, что тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. Дух Святой, который вот во мне, да, он живой. Это живой, воскресший Христос, а дьявол духовно мертв. И все бесы и так далее, они все духовно мертвы и отделены от Бога. И поэтому тот, кто в нас, церковь, тот больше того, кто в этом мире. Нам нельзя бояться, нам надо противостать всем этим, знаете, бесам там и так далее, просто в духе и знать, что мы победители. Потому что написано, мы сильны, Слово Божие пребывает в нас, и мы победили лукавого. Аминь. И сейчас, когда мы поклонялись, молились, знаете, я увидел образ. Кстати, мы очень много практиковали, и через видение, такая была практика классная, все в очереди стояли, и стоял один человек. И каждый быстро получал Слово от Бога, подходил и высвобождал. Интересные были такие, ну то есть ты минута-две, у тебя раз, раз, возникает спонтанный образ, то есть Бог дает, и ты высвобождаешь человеку. И реально классно. И вот, знаете, практика очень важна. Я сейчас, мы когда молились поклонений, я увидел в конце прославления, я увидел такую плетеную, как, знаете, ловят птиц, как плетеная такая для... Ну не сетка, а такой домик плетеный и дверца. И она открывается, и оттуда выходят, короче, люди в народных костюмах болгарских. И они выходят, представляете, так раз, 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 раз. И я понимаю, что мы как церковь провозглашаем, что болгарский народ во имя Иисуса Христа выходит, а это похоже, знаете, как есть такие колдовские всякие вот такие, да, и открывается, и болгарский народ выходит из колдовства. Мы как церковь сейчас во имя Иисуса освобождаем, что Бог показывает это видение, что болгарский народ выходит из колдовства, выходит из того, что его словили, да, сеть расторгнута, как написано, да, и вышла птица из этой ловушки. Вот, мы... Я благодарю тебя, Господь, что ты, Бог, созидал нас, Господь, как церковь на том месте, потому что мы тело Христово, и мы соединены в Духе Святом во Христе. Просто пусть это помазание, которое мы приняли, мы делимся им, мы высвобождаем и благословляем на вас, пусть Господь, то, что приготовил для тела Божьего, для церкви его, состоится. Благодарю, Господа. Слава Иисусу.